Но перед началом этого видео, дорогой друг, ты знаешь, что тебя ожидает, конечно же, призыв его поставить большой пальчик вверх под этим видео, позвать друзей, жениться на мне, ну и так далее по списку. Ладно, окей, после этого заходим в нижний мир, который находится внизу каждой карты, и здесь летают демоны. Убиваете демонов, вам нужен демон, из которого выпадет очень редкий предмет под названием кукла Вуду Гида. Вот вам эта кукла Вуду нужна. Дальше начинается веселье. Убедитесь, что гид у вас жив, и он не кашляет, и живет на поверхности, после этого для этого нажимаем на вот этот домик, и в этом списке должен быть ваш гид. Это все живые NPC, если гида в этом списке нет, дождитесь, пока он зареспаунится, после чего продолжайте. Просто подождите. Окей, после этого находим лаву, бросаем в эту лаву нашу куклу Вуду Гида, гид на поверхности умирает, появляется стена плоти. Убивайте стену плоти, я советую использовать тактику с ТНТ-бомбами. Дальше начинается веселье, потому что нам нужен специальный NPC, отправляется на поверхность. Для этого NPC мы строим специально... А, нет, подожди, мы не строим ничего. Для начала мы убиваем строго определенного босса, и это называемое Скелетрон Прайм. Один из трех механических боссов. Если вы этого босса в этом мире уже убивали, не беда, просто пропустите этот шаг. Просто убивайте Скелетрон Прайма. Все. Дальше, вам нужен подходящий дом. Подходящий дом это дом, построенный из блоков, который вы каким-то образом скрафтили. Доски, кирпич, каменный кирпич, неважно. Из грязи домик не подходит. Окей, смотри. Нам нужен домик площадью где-то 200-300 блоков, не меньше. С сплошной стеной без дырок, с задней стеной без дырок, с одним источником света как минимум, одним стулом, одним столом и одной дверью. Это минимальная комплектация, необходимая, чтобы в этом домике смог жить ваш стимпанкер. Да, нам нужен именно этот NPC. Если в этом доме поселится не стимпанкер, а другой NPC, не расстраивайтесь. Требования к домикам у всех NPC одинаковые. Постойте, построите еще один домик, и стимпанкер обязательно объявится. Всего NPC у нас сколько? 23 штуки, по-моему, вместе с принцессой. Окей, теперь, после этого, если вы собираетесь сделать декей чембер или испорченный колбочку, то, соответственно, вам нужно убедиться, что в вашем мире есть испорченный биом. Дальше отправляемся к... Так, подожди, я не туда отправляюсь. Ага, отправляемся в испорченный биом, и здесь собираем испорченные блоки. Погодь. Да где же этот испорченный биом? Да, вот он, вот он. И здесь есть специфическая вещь, и погружаемся вглубь испорченного биома. Здесь много всякой фиолетовой дряни, как видите. Отлично. Мы на правильном пути находимся. Теперь увеличить бы картинку, но я не увеличивал картинку в тот момент. Так, еще ниже на уровень пещеры опускаемся. Это примерно 600 блоков ниже подземки. Оу, серьезно? И здесь начинаем мутузить монстров. Любых монстров. И из них выпадает души ночи. То есть на уровне пещер, под подземным биомом, испорченным биомом, или багрянцевым биомом. Из всех мобов попадает души ночи. Нам нужно всего лишь навсего 10 кусков этих ночных душ. Дальше. Идем к стимпанкеру. Покупаем в магазине. Вы можете купить Decay Chamber, вот этот испорченную банку, или испорченную колбу, при условии, если ваш стимпанкер находится в мире, в котором находится испорченный биом. Если вы находитесь в мире с багрянцем, он вместо этой штуки будет продавать баночку с мясом. Flash Watt. Которая работает... Ну, вы понимаете смысл. Дальше. Если вы хотите сделать Flash Watt в мире с испорченным биомом, не беда. Найдите обыкновенный верстак. Станьте рядом с ним. Используйте 10 душ ночи и испорченную колбу. И вы сможете скрафтить непосредственно банку с мясом. Надеюсь, мысль понятна. А, но прежде чем скрафтить, я совсем забыл. Нам нужно еще 7 надгробий. Я сейчас объясню зачем. Сделайте 7 надгробий. Надгробия появляются каждый раз, когда вы умираете. Поставьте 7 надгробий в одном месте. Вот так вот, впритык, одно к другому. Дизайн надгробий, кстати, бывает самый-самый разный. 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, я не по-моему... Нет, 6 надо или 7. Нет, 7 надгробий нужно, потому что туман пока что не появился. Так, теперь ставим 7. Все, появляется туман. Видишь? В этот туман вставляем верстак. В тумане можно крафтить, появляются дополнительные рецепты. В некоторых верстаках, в некоторых видах. И после этого можем использовать 10 душ ночи и нашу испорченную колбу для того, чтобы скрафтить колбу с мясом. В багрянцевом биоме вы можете из колбы с мясом и в 10 душ ночи скрафтить себе испорченную колбу. Эти колбы используются и та, и другая для того, чтобы крафтить некоторые виды редких видов мебели. В описании под видео вы можете найти замечательный магазин аккаунтов и ключей GeronCrossShop.ru, в котором вас ждет дешевый Майнкрафт и сотни лицензионных игр дешевле, чем в Стиме. Также там же можно найти замечательный сайт GeronCraft, где вы можете скачать много всего интересного по Майнкрафту и для Майнкрафта. Также, помимо всего прочего, вы можете подписаться на наши социальные сети Instagram, Telegram, TikTok, Twitter и прочее дерьмо. И стать прошайным чуваком, который знает все. Не забывайте, что основное общение у нас, по-моему, то ли в Телеграме, то ли в Дикскорде. Еще можете позвать друзей и написать комментарий. Их, ух!